В Химках продолжается отчетная кампания депутатов. В этот раз перед жителями, представителями трудовых коллективов Химок, в стенах МКБ ИСКРА с отчетом выступила депутат Государственной Думы Российской Федерации Ирина Роднина. У нас сейчас идет период, когда депутаты всех уровней – Государственная Дума, региональные собрания и муниципальные – мы как бы отчитываемся о своей деятельности. В своем отчете Ирина Роднина затронула такие темы, как строительство социально значимых объектов, развитие культуры и спорта, поддержку военнослужащих. Особое внимание в своем выступлении Ирина Роднина уделила сфере образования и здравоохранения. Например, в части дошкольного образования в Химках в 2022 году открылись шесть полисадзиков на 360 мест. Около десятка школ введено за последние несколько лет, что позволяет перевести учебный процесс в одну смену. Образование – это всегда стоит в Московской области на первом месте. И вопрос с образованием у нас решается достаточно успешно. В первую очередь, это, конечно, строительство школ, капитальный ремонт школ, это финансовое обеспечение наших преподавателей и воспитателей. Большую часть выступлений Ирина Роднина уделила здравоохранению. Так, в Химках открыли отделение реабилитации в Сходне для взрослых и детей. Заработал координационный центр палеотивной помощи. Капитально отремонтировали 14 поликлиник. Около сотни врачей в Химках приобрели жилье по программе «Социальная ипотека». И почти 700 медицинских работников воспользовались компенсацией аренды жилья. Кроме этого, как координатор партийного проекта «Детский спорт», Ирина Роднина рассказала о строительстве спортивных сооружений и программах «Дворовый тренер» и «Школьный спорт», в рамках которых проводятся международные турниры, фестиваль школьного спорта стран СНГ, игры юных соотечественников, игры «Каспия» и другие. Второй проект – это реконструкция спортивных залов сельских школ, а теперь уже и малых городов, и поселков городского типа. Эта программа вообще идет с 2014 года. 12 тысяч школьных площадок и стадионов, и залов мы привели в порядок. Работу по реализации национальных проектов в сфере здравоохранения, образования и спорта, а также исполнения наказов избирателей депутаты продолжают в 2023 году.